В регионе создается Центр выявления и поддержки одаренных детей, по примеру, Сириуса. Каким будет Забайкальский формат? Центр выявления и поддержки одаренных и талантливых детей в Забайкальском крае будет представлять себя как программы краткосрочных профильных смен в очном формате, заочными модулями, онлайн смен. И предполагает собой как модели работы, заимствованные у федерального центра Сириус, у других региональных центров подобных, так и наши свои уникальные инновационные методики и разработки наших педагогов. По каким направлениям будет работать Центр? Нам заданы уже три направления федерального центра. Это наука, искусство, спорт. В науке нами выбраны под направлением математика, информатика, физика, химия, биология и филология. В направлении искусства нами выбрано театральное творчество, литературное творчество и изобразительное искусство. В направлении спорт выбраны шахматы, волейбол и хоккей. На первом этапе, на этапе открытия, мы выбираем чистые предметные дисциплины. Именно те предметы, которые выбраны, они максимально позволят нам реализовывать и поддерживать детские инициативы именно в метапредметных областях. Как будет проходить отбор желающих? Для отборов центра на обучение предполагается уникальная система работы двух модулей – заочного и очного. Заочный модуль будет проходить на образовательной платформе, она называется «Забайкальские каникулы». И на этой платформе будет проходить краткосрочный заочный модуль в течение недели, принять участие в котором могут все желающие без исключения. То есть, если будет объявлен набор на определенную смену, любой ребенок, в область интересов которого входит заявленная тематика смены, может принять участие. И по результатам освоения программы заочного модуля, дети, которые справятся с этой программой, будут приглашены уже на очный модуль. Очный модуль, он уже будет предполагать интенсивное освоение выбранной предметной области. Кроме этого, детям будут даваться навыки публичного выступления, самопрезентации, развития их творческого потенциала, креативности. То есть, те надпрофессиональные, надпредметные компетенции, которые нужны любому ребенку для того, чтобы он мог успешно презентовать себя и организовать свой образовательный процесс и выстроить свою дальнейшую траекторию развития при поддержке и курации педагогов. Мы будем приглашать, и мы приглашаем сейчас педагогов школ, вузов, тех педагогов, у которых есть опыт работы именно с временным детским коллективом. Потому что здесь есть свои определенные нюансы тех педагогов, которые высоко замотивированы. То есть, у нас есть такая практика, что мы приглашаем педагогов, которых нам рекомендуют дети. То есть, в прошлом году мы, когда проводили тоже заочную онлайн-смену IQ-каникулы, педагогов на эту смену нам рекомендовали дети. Прям сбрасывали список педагогов, которых бы они хотели. Какая работа по созданию центра ведется сейчас, когда дети смогут приступить к занятиям? Открытие центра запланировано на 1 сентября 2022 года. Но работа по созданию, по наполнению центра ведется уже на протяжении последних полутора лет. Пишутся программы, формируется педагогический коллектив. Сейчас идут ремонтные работы в помещении. Ведется приобретение, закупка высокотехнологичного оборудования для организации вот такого современного, нового научно-технического пространства для детей. Сейчас буквально ведется работа, и мы запускаем первую апробационную смену IQ-каникулы, которая будет сначала проходить у нас в июне этого года. Она будет проходить на платформе «Забайкальские каникулы», и я приглашаю всех желающих принять в ней участие. А по результатам уже этой смены с 23 июня у нас начнется смена IQ-каникул на базе загородного лагеря «Эврика» для тех детей, которые пройдут отбор на вот этом заводченном модуле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok